Об основных направлениях торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой мы поговорим в прямом эфире с доктором экономических наук Муслимом Ибрагимовым. Он уже присоединился к нам в студии. Здравствуйте, господин Ибрагимов. Спасибо, что уделили нам время. Итак, первый вопрос. Баку и Кишинев уделяют большое внимание и решили активизировать торговлю, учитывая имеющийся большой торговый потенциал. На сегодняшний день в каких сферах налажено экономическое сотрудничество между двумя странами? Прежде всего, стоит рассмотреть сравнительные и относительно преимущества наших стран с точки зрения географического положения. Обе страны находятся на стратегических участках мировой экономики и европейской экономики. Конечно же, это предусматривает то, что обе страны имеют потенциал, огромный транзитный потенциал, что в принципе дает нам возможность думать о том, что в Молдова может в будущем включиться транскаспийский транспортный коридор, что приведет к расширению нашего проекта до уровня евроазиатского. С другой точки зрения, можно сказать, что Молдова является одной из тех стран, которые привлекают азербайджанские инвестиции. То есть, это самый главный фактор по причине того, что в мире происходит определенное соперничество в положениях инвестиций. И Молдова, прежде всего, делает огромное предпочтение для привлечения азербайджанских инвестиций. Здесь нужно сказать о том, что очень активна работа азербайджанская община. То есть, есть определенные возможности для того, чтобы вкладывать азербайджанские инвестиции в стратегические отрасли Молдовы. Безусловно, то, что я обозначил, что это имеет такой транспортный потенциал, он дает возможность тому, что между Молдовой и Азербайджаном могут увеличиться динамика и объемы грузоперевозок. Следующий момент, конечно же, энергетический. Энергетическая сфера является главной проблемой Молдовы, не только Молдовы, но и других европейских стран. И, конечно же, Азербайджан считается главным стратегическим партнером в этом отношении. А главным стратегическим партнером это в том отношении, что у нас очень много точек соприкосновения. С одной стороны, это политических, скажем так, большинство своих политических точек. Это и общая проблема сепаратизма, общая проблема постсоветского пространства и т.д. и т.п. Но я также хотел бы обозначить такую отрасль, которая на сегодняшний день очень важна для Азербайджана, для сельскохозяйства. Мы знаем, что Молдова более половины произведенной сельскохозяйственной продукции экспортирует. Это говорит о том, что сельское хозяйство в Молдове развито очень и очень интенсивно. Это говорит о том, что в принципе Азербайджан и Молдова могут в этом деле кооперироваться и производить такую совместную кооперированную продукцию. Наверное, вы знаете, что стороны помимо межправкомиссии, которая будет проведена до конца этого года, также намерены провести встречу между бизнесменами. Как вы думаете, какие перспективы открывают перед странами данные решения и что сегодня друг другу могут предложить обе страны? Дело в том, что создание такой межправительственной встречи, это создать такую плодотворную площадку для переговоров и встречи бизнесменов. Бизнесмены в этом отношении имеют возможность раскрыть свои возможности, свои цели и обменяться своими позициями. Здесь не просто разговор идет о простой торговле. Здесь идет разговор о том, чтобы производить общую продукцию, как я уже сказал. Или же в конце концов это может идти разговор о открытии предприятий с азербайджанским капиталом в Молдове. Мы должны сказать о том, что на сегодняшний день, благодаря строительному буму, который был в Азербайджане, это привело к тому, что в Азербайджане сегодня есть строительные компании, которые создались на основе строительного капитала. Есть специалисты и, конечно же, они ждут того, чтобы вкладывать свои инвестиции в другую страну. И, конечно же, на сегодняшний день они имеют такой уровень, при котором они могут построить объект под ключ. Что не каждому, по принципу, не каждый это может сделать. С другой точки зрения мы должны сказать, что все-таки у Азербайджана есть очень богатый опыт менеджмента. Для создания таких мероприятий государственного уровня Азербайджан очень часто исчез и продолжает участвовать в крупных инвестиционных проектах. И, конечно же, прежде всего, я считаю, что молдавские бизнесмены будут иметь более высокий интерес. Но я не хотел бы говорить, что азербайджанские бизнесмены будут меньше в этой степени. Я считаю, что наоборот, даже азербайджанские инвесторы и азербайджанские бизнесмены должны очень сильно обратить внимание в сторону Молдовы. Потому что Молдавия имеет с Европейским Союзом режим свободной торговли. Это говорит о том, что наши товары могут попасть в такой сложный рынок, как рынок Европейского Союза. И плюс ко всему мы еще должны, я еще хочу заметить тот факт, что транспортный коридор, включение Молдовы в транспортный коридор, имеет очень большое значение по причине того, что в скором времени мы ожидаем того, что Молдова станет членом Европейского Союза. Это, опять же, открывает нам путь, скажем так, на европейский рынок. На рынке третьих стран. Да, безусловно. Спасибо большое. Отметим, что о торгово-экономических отношениях Азербайджана и Молдовы в рамках официального визита в Баку президента Игоря Дадона мы говорили с доктором экономических наук Муслемом Ибрагимовым.